Привет, ребята! Я сейчас нахожусь на водном поле. Сборная России играет против Австралии, а я сейчас хочу с вами поделиться видео с волейбола. Я сходил на волейбол. Сборная Россия обыграла Канаду в четвертьфинале со счетом 3-0 по сетам. Конечно, навевает ассоциации Россия-Канада, четвертьфинал. Еще и сборная руководит Финн. Но если в Риге мы проиграли, то здесь все было достаточно уверенно. И посмотрите на тренера в мужском волейболе. Иностранец Финн тренирует в сборной России. Это не совсем обычно, но он давно живет в нашей стране. Познакомьтесь с Томасом. У него очень хорошая и интересная философия. Он говорит о России мы. Он рассказывает, что в Токио есть свое место силы. Он объясняет, что такое русская душа. В целом, мне очень нравится этот специалист. И не будем забывать, что нас ждет игра Россия-Бразилия 5 августа. Это будет один из главных блокбастеров Олимпиады. Так что смотрите видео, которое я для вас собрал на мужском волейболе. Поздравляю. Поздравляю с победой. Мы знаем все, что такое Россия-Канада в хоккее. Это культовый матч. Что такое Россия-Канада в волейболе для вас? В первую очередь, чего я не знаю. Очень хотели выходить дальше, играть за медалью. Настроились, знали, что не будет простая игра. И справились. Молодцы тоже наши ребята. Потому что очень поздно знали, что играем очень рано утром. И это ничего не менялось. Молодцы просто. Когда играешь рано утром, во сколько надо просыпаться? Есть какие-то секреты? Много кофе надо выпить? Что надо сделать, чтобы быть бодрыми? Нет. Конечно, мы все просто люди вчера поужинали раньше, чтобы могли лежать рано и спать раньше, чем обычно. И какие-то секреты. Вот проснуться, завтракать. И для таких игр не нужно ничего. Особенный настрой. Все знают, что это значит. И все были готовы. Всегда за всю историю российского волейбола Россия всегда выходила в полуфинал Олимпиады. Что это говорит о российском волейболе? Один из самых сильнейших волейбола в мире. Это точно. Я очень рад за наш российский волейбол. Но пока мы точно не хотим. Просто что-то сейчас сделали великолепное. Мы двигаемся дальше. Живем день за день. Готовимся. Ждем, кто будет у нас соперник. И больше практически ничего не думаем. То есть для вас все начинается сейчас? Сегодня была такая игра. Это весь турнир. Двигаться день за день дальше. И надо дальше думать. Далеко. Потому что это все игры такие. Сегодня одно очко туда-сюда, а вторая парта была другая игра. Вот поэтому. Жить моменты. Последний вопрос. В хоккее сборная, когда приходят важные матчи, они мотивируют себя. Смотрят фильмы патриотические, мотивационные, про войну, спортивные фильмы. Есть у вас традиция смотреть мотивационные фильмы в важный момент? Каждый по-своему из игроков. Всей команды. Всей команды. Это, я думаю, что это тоже, когда делятся такие, но здесь я думаю, что тренер тоже должен отдать немножко вот, не знаю, по моменту, по интуиции, что там. Мы готовились, как обычно, сегодня. Здесь точно не нужна никакая дополнительная мотивация. Надо было просто проснуться, играть хорошо. И тоже, если такие вещи иногда что-то сделаем. Тренерский аддорно. Это интуиция. Это бывает по-разному. И я думаю, что тоже у игроки и у меня, у каждого свой подход. Я люблю гулять поздно вечером. Гулять? У меня есть свое место каждый вечером, где я сижу. Просто хочу быть один. И ни с кем не разговаривать, особенно перед такой игрой. Поэтому и каждый по-своему. Медитация? Ну так, да. Да, может быть, да. По-разному. Есть такие. Да. Но мне не думаю, что особенный настрой нужен за такие игры. Это точно есть. Может быть, наоборот, что мы были сконцентрированы. Достаточно от... Игры уже напряжены. Вот поэтому... Поздравляю вас. Спасибо вам большое. Томас, поздравляем вас с выходом. В медальный раунд. Сейчас, когда четвертьфинал прошли такую неприятную стадию, давление будет чуть поменьше на команду? Ну, возможно. Конечно, сегодня была такая игра, что мы были первыми в Канаде четвертой. И это... Надо было выигрывать. И это тоже, конечно, это чувствуется... Особенно, я думаю, в третьей парте, когда надо было больше стать в плане. Но хочу сказать огромное спасибо нашим командам, потому что... Тоже игра очень рано. Как мы готовились. Просто молодцы наши игры. Никакого будущего. Потому что она у нас светлая. И все у нас в будущем хорошо. Сложный матч. Получился... Каждая из концовок партии. Такая была напряженная. Как это можно объяснить? И как можно успокоить болельщиков, которые вот так встанут с утра пораньше в Москве, посмотрят счет и подумают, что на самом деле было очень сложно? Ну, вели по ходу всех партий. По три по четыре очка. Потом делали много своих ненужных ошибок. За счет этого нас догоняли. И, конечно, в ровной нервной игре это тоже то более психологический источник, то более матеровит. Поэтому нам просто чуть-чуть больше везло в этих моментах. Но в целом говорить, наверное, нельзя запускать такие неровности в игре. Нужно как можно стараться как можно ровнее играть. В этих неровностях больше вина Канады или это причина всех нас? Ну, это всегда вина двух команд. Вина нас, то что мы позволили. Где-то потеряли концентрацию, где-то рано поверили. А вина Канады, что действительно, они все нехорошо сыграли, воспользовались всеми своими шансами. И поэтому получилась очень тяжелая игра, несмотря на 3-0. Спасибо большое. Спасибо. Абдул. Все как было на самом деле после всех ребят. Три сложных концовки партии. Каждая из партий. Вот хочется понять, с чем это в первую очередь связано и стоит ли нам хоть немножко переживать? Переживать. Наверное, переживать это не лишнее, но не терять веру и уверенность в себе. Но я бы назвал по-настоящему сложную эту вторую концовку. И как раз эта концовка, она пойдет нам в актив. Мы ее хорошо запомним в памяти. И я рад, что мы показали там свой уровень и дожали соперника. Вот. А остальные партии, ну, в моей практике это закономерность. В основном, когда играет один незыблемый фаворит, то всегда с его стороны есть вот эта нервозная закрепощенность. В матче с равными командами уже такого не будет. Матч, который начинается на крана, это плюс или минус для нашей команды? Учитывая, что, по сути, чуть больше отдыха будет перед полным футболом. Я думаю, больше плюсов, потому что ты, помимо большего отдыха, не ждешь этой игры на вылет и сразу же просыпаешься, готовишься к матчу, побеждаешь канадцев и идешь отдыхать. Спасибо большое. Поздравляю с победой. Как вообще в команде отнеслись к тому, что знаменовским стал Максим Михайлов? Потому что это такое знаковое событие, но с другой стороны, всем знаем, спортсмены люди очень суеверные, а есть такое неприятное, мягко говоря, проклятие. Ну, это стереотип, да. Ну, хотелось бы его уже когда-то, наверное, сломать. Или мы всегда теперь будем заведомо там бояться нести флаг. Поэтому, я думаю, бояться не стоит, и мы все, конечно же, рады, что наш представитель волейболист. Ну, выпала такая честь нести, конечно, на церемонию открытия. Это здорово, мы все рады за него, за себя, за наш вообще российский волейбол и, естественно, за весь наш флаг. А разрешили всей команде пойти на церемонию открытия или лимит есть? Ну, вы знаете, игроки, мы изначально определились, игроки не пойдут, потому что на следующий день мы два часа уже играем. Был план сходить с ТАФом, но, я так понимаю, из-за ковидных вот этих дел количество участников на церемонии тоже ограничено. Сергей, вы легенда, 6 Олимпиад, вот сейчас Олимпиада, вы как генменеджер. Насколько трудно убить в себе игрока? Такая жесткая фраза, но она ко многим применима. Ну, наверное, полностью, наверное, не стоит этого делать. Ну, избавиться, конечно, от каких-то моментов, наверное, стоит. Ну, некоторые моменты волейбольные, которые все-таки это опыт какой-то определен, он должен оставаться. И видение всего со стороны тоже помогает с тем багажом, который, в общем-то, есть. Поэтому тут искоренять это не стоит, оно должно быть, ну, в определенных, конечно, измеримых таких рамках. Да, вот вы сказали про свой багаж, про, что вот не убивать себе игрока. А делаете какие-то, может быть, подсказки Томасу самого в какие-то моменты? И насколько вообще это корректно, если это происходит? Ну, у нас, вы знаете, нормальные, хорошие отношения. Понятно, что я понимаю, когда это можно сделать, когда этого не стоит, наверное, делать. Но он всегда, в общем-то, обратная связь всегда есть с Томасом. И он прислушивается, в общем-то. Есть моменты, которые мы обсуждаем, которые я вижу, где-то могут ему помочь. Поэтому он для этого всегда открыт. У нас нет никаких, в общем-то, барьеров, ограничений, в общем-то. Но тоже я должен понимать, что не всегда, в общем-то, нужно делать какие-то замечания, какие-то моменты, которые напоминать надо. Это человек, который, в общем-то, сам-сам до этого доходит и понимает многие вещи. Что самое главное было в той легендарной сборной, которая выиграла золото, Лондона? И чтобы это можно было принести сюда, я имею в виду, конечно, не игроков, а вот дух вот это. Как вы это? Наверное, вы сами ответили на этот вопрос. Конечно, это дух, это характер, наверное. Это желание на площадке находиться и делать максимально все ради себя, ради товарищей, ради страны. Не знаю, вот это все обобщить. Наверное, вот это нужно для победы. Потому что просто хорошей формы, да, какой-то, хорошего настроения этого недостаточно. Здесь нужно, как у нас все время говорили, надо выходить и умирать. Есть не секрет Владимиру Романовичу Малеку? Как-нибудь общаемся? Вчера мы виделись, у нас было совещание предыгровое. Вот, и как раз назад возвращались на автобусе совместно. Все отлично. Хорошие у нас дружеские отношения. Я думаю, Владимир Романович всегда для него вот общение с нами, с ребятами, с которыми он много отработал. Наверное, как глоток воздуха. Поэтому и мы с удовольствием всегда с этим общаемся. Не договорились с ним встретиться в финале? Уже на площадке? Да нет. Мы взрослые люди. И не первый раз на мемпийских играх. Поэтому это, ну, глупо будет. Кто-то говорит, что у сборной России группа смерти. Американцы, и Аргентина, и Бразилия, все так прям… Вы знаете, я не считаю, что это плохо. И, наверное, если ты приехал сюда с задачей побеждать, тогда абсолютно не важно, какая у тебя группа. Если ты приехал поучаствовать и немножко выйти из группы, тогда, возможно, у тебя, наверное, непростая группа. У нас цели самые высокие. Поэтому я не вижу в этом какой-то проблемы. Два вопроса у меня всего лишь есть. Во-первых, потеря Мусерского. Насколько стало таким… Ну, представьте, как Аргентина Месси потеряет. Насколько это такой стимул? А может, в другой стране сыграть еще сильнее хотели? Ну, понятно, мы на Диму рассчитывали с самого начала. В общем-то, и для этого он и был в сборной. Конечно, хотели бы видеть его здесь. Но, к сожалению, сложилась такая ситуация со вторым, и на это повлиять нельзя. Мне очень обидно то, что Дима пока с такими данными колоссальными, да, сыграл только на одних олимпийских игр. Ну, возможно, еще у них будет. Конечно, ну, в любом случае, мы не сетуем на то, что у нас Димы нет, и все пропало, а руки опустили. Ну, у нас есть Витя Политаев, у нас есть Макс Михайлов. Те люди, которые действительно могут решать на максимальной задачи. И последнее. Что вы скажете болельщикам, которые смотрят только на Олимпиадах? Раз в четыре года, раз в пять лет. Потому что они привыкли к тому, что сборная руководит Романыч, да, Олег. И сейчас Финн. Они его не знают. Он для них какой-то непонятный человек. Они говорят, ну, все, с Финном ничего не выиграем. Что вы скажете таким болельщикам? Потому что, может, представить тренера. Я не знаю, но... Это такой момент. У нас болельщики, которые, в общем-то, насколько я знаю, в наших болельщиках, волейбольных болельщиков, они любят команду тренироваться в сборной России. И тот тренер, который находится в Романе, они тоже его воспринимают как одно целое, неважно, Финном, Латыш или Эфиоп. Это, ну, в общем-то, не суть. У нас есть одна команда, которая выполняет определенные задачи, которые представляют нашу замечательную страну, в общем. А те люди, которые скептически относятся, да, наверное, и критикуют, ну, не совсем, наверное, наши болельщики. Потому что аудиторию волейбольную я знаю болельщиков, это мега положительные, порядочные люди. И, ну, наверное, себе вряд ли позволят такие выставки. Вот он. Томас замечательный специалист, новой формации, наверное, как европейский, может, принято сказать. Да, и пользуется огромным авторитетом и уважением у ребёнка. Это очень важно. Спасибо, будем из вас валить. Спасибо. Спасибо. Всё, Томаса, да, вы? Да, Томаса. Да, ждём Томаса. Здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Спасибо. 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 Томас, в первую очередь, хочет узнать о состоянии команды. Как прошла вот эта акклиматизация после перелёта, после привыкания к часовому поясу? Как сейчас дела у команды? Всё хорошо. Да, всё как надо по плану. И сегодня, как у всех, только час времени здесь в игровой зал. И да, всё хорошо. Ещё два дня адаптируемся. Будем готовы 24-го, как надо. Всё по плану. Расскажите немножко про матч со сборной Италии. Что это была за игра? Знаем только счёт. Я так понимаю, вот как раз-таки акклиматизация. И поэтому нельзя смотреть на результат вообще и оценивать что-то. Ну да, мы решили с Италией так поиграть. Была такая возможность. И до последнего это ждали, если будет. И, конечно, у нас это тоже второй день здесь. Это не самое оптимальное. Но в любом случае решили играть, чтобы получать игровой ритм. Для всех. Две партии все играли, потом меняли на мозг. И там. И думаю, что это важно для всех. У нас есть до первого игра. Это практика уже после... Достаточно долгое время после Лиги нации. Если не секрет, сильно вам пришлось менять вообще вашу систему после того, как стало понятно, что Мусырский не приедет сюда. Всё-таки это большой культовый такой волейболист, знаковая персона и для сборной. И вот его нет. Да, но не особенно. Это Дима, если был в команде, он был как диагональный. Он это знал. И вот так случилось, что нету Дима здесь. Но у нас есть Макс Михайлов и Виктор Полетай. Вот поэтому... Это было тоже от начала уже ясно, что у нас есть три очень хорошие диагональные. И два только могут бить здесь. Вот поэтому... Так мы... Это не особенная ситуация. Несколько вопросов для болельщиков, которые смотрят волейбол только на Олимпиадах раз в 4-5 лет. Они привыкли к тому, что сборная руководит Олег на. Но я хочу представить вас как хорошего человека и специалиста нового. Мне понравилось, когда вы летели в Токио, сняли видео для Олимпийского комитета. Сказали, болейте за нашу страну. Это было приятно слышать от Фина. Насколько вы чувствуете себя русским сейчас? Ну, я... Я живу в России. Я уже долго... Я люблю эту страну. Вот поэтому, конечно, я... Чувствую себя дома в Питере. Там живу. И... С большой гордостью работаю для этого страны. И... Конечно, у меня тоже есть... Здесь тоже Финляндия. Я чувствую себя тоже Финн. Очень сильно. И это нормально. Но... Россия сейчас... Как вы говорили... Вот... После 4 года. Снова большое... Возможно, что-то сделать. Больше. Большего. И... Болельщики... Даже... Такой крутой зал. Никого здесь не будет. Но, в любом случае, с мыслями, с энергией, можно всегда что-то сделать. Вот поэтому... Болейте для нас. И мы будем показывать все, что возможно, чтобы вас радовать. Когда вы получили предложение возглавить сборную России, насколько для вас вообще это грандиозное событие в жизни? Потому что это все равно, что русскому предложить возглавить сборную Бразилии по футболу. И поехать на Олимпиаду. Представьте себе. Ну... Для меня... Олимпиада это уже мечта... Вот... Года... 1984. И... Быть здесь, как главный тренер России, это такая гордость, конечно... Очень... Очень большой. И... Бывают... Иногда такие возможности. И... Так... Но, если честно, сейчас особенно для этого не думаю. Я думаю только, как нам выступать здесь на максимум. И... Это было два года назад. Это, конечно, очень... Большая гордость. В истории сборной России разных видов спорта было много иностранных тренеров. Но можно назвать там по пальцам одной руки, кто хорошо говорит по-русски. Когда вы учили русский, как тяжело ли учить русский язык? Я... У меня языки, они очень важные. Я... От начала, когда... У меня было 20 лет, я уехал играть во Франции. И... С самого начала хотел учить все языки. Все языки, где я играю. И... То же самое с русским. Но могу сказать, что русский язык, это, может быть, самый тяжелый, который я учил. И... Надо... Надо говорить лучше. Стараюсь говорить лучше. Учить. Учить. И... Для меня это тоже не только язык. Это уважение на страну. Да, это... Люди, которые меня дают работу. И хочу знать культуру. Хочу... Язык для этого... Для этого поможет очень сильно. Это важно. Еще вы уникальный тренер отличается от других тренеров тем, что для вас очень важно быть открытым. Вы всегда даете интервью. У нас бывают виды спорта, что они не хотят общаться. Даже русские тренеры не хотят общаться с журналистами, с болельщиками. Почему для вас важно быть открытым? Что это значит быть открытым? Давать интервью. Вот другой вид спорта. Вот мы приходим, допустим, на хоккей, говорят, закрыто. На теннис. Я думаю, что это часть нашей работы. Вы делаете большую работу для всех наших болельщиков. Я буду делать свою работу. Потом есть какие-то моменты, когда я думаю, что надо тоже сохранить немножко командовую сторону. Какие-то моменты бывают? Ну, как сейчас, мы начинаем быть ближе к игре, чтобы у нас есть ясная система, как интервью для меня тоже когда-то отдать. Это нормальная часть работы. Как вам условия в Олимпийской деревне? Как она там живется? Насколько у вас стимбилдинг хороший? Очень хорошо. Все живут на одинаковые условия. Вот поэтому все очень хорошо. И если думать так, что все мировой спорт, сама висок и Робин здесь в одновременно. Это очень круто. И последние два вопроса. Есть ли человек в Олимпийской деревне, с кем вы хотели бы, не знаю, там просто пообщаться по душам? Представьте, есть у вас возможность поговорить один на один? Кевин Дюрант, это может быть. Может быть там Юлия Ефима. Кто? Кевин Дюрант, это уже хороший. Хороший, скажем так. Там будет много возможностей говорить, потому что все находятся в одном брестеране. Я думаю, что это очень тоже большой плюс, что можно встретиться с многими спортсменами, с тренером из других стран. И последнее. Правда ли, что вы получили уже российское гражданство? Как тяжело его было получить? И вы поняли, что такое русская душа? Есть выражение русская душа. Вы поняли, что такое русская душа? У меня нет пока гражданства. Хотели бы? Ну, так. Если такой возможно будет, да. И русская душа, да. У каждого страны есть свои особенности. А что такое русская душа? Как вы это понимаете? Никогда сдавается. И всегда сделят все, что возможно за победу. Никогда сдавается. Очень хороший тренер. Будем за вас болеть. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.